Вот, наша обложка прообретает всё более законченный вид. Пока она выглядит вот так. То есть я её полностью прошил. Так. Всё красиво, все ниточки убраны. Ничего нигде не видно, что где-то что-то торчит или где-то чего-то там. Всё чётко прошито, ровненько. Так, что нам осталось сделать? Нам осталось обработать урез, чтобы это всё было красиво. Так, маленько полирнуть ещё раз её и проставить обязательно клеймо мастера. Ну и всё может, в принципе отдавать. Работа готова будет. Итак, сейчас мы будем работать с урезом. Как я и говорил, для обработки уреза я использую вот такой валик. Где его купить, я внизу под видео будет ссылка на Алиэкспресс. Это довольно таки удобная штука. Очень экономично уходит краска. Это всё дело потом, если даже она засохнет, можно отодрать, отмыть. Так, как она металлическая. Так. Краску, как я и говорил, использую для уреза Кенгофарба. Вот в нашем случае чёрный глянец. Можно, конечно, и матовый использовать, но у меня пока в наличии только такая. То есть эта краска очень быстро сохнет. И при высыхании образует слой такой по типу резины. Вот. То есть можно мять по-любому, эту обложку будет гнуть, кидать в воду, морозить, разогревать. Ничего этой краски не случится. То есть она как была, она такая и останется. Вот. Я уже пробовал это довольно таки. Такой краской покрывает жилет байкерский. Стыки, в ней срезы краёв. И сезон он отходил. И хоть бы что, даже не заметно, что где-то что-то было в использовании. Ничто не потрескалось, не полопалось. Хотя сами понимаете, какие там нагрузки. То есть лето и солнце палящее, и пыль, и грязь дорожь, дорог и так далее. То есть ничего. Краска прекрасно себя показала, всё выдержала. Так. Вот одну сторону я обработал. Собрабатывать нужно будет несколько раз, за раз ничего не получится у нас. Потому что, во-первых, неровности. Сейчас пока... И ещё какая особенность этой краски, то кроме того, что она защищает края от замахрачивания. То есть если я бы просто оставил обложку, то соответственно без обработки края с таким врезаным, как я некоторые вижу, мастера делают, чтобы показать, что типа это кожа. Ну что я могу сказать вам. Через буквально несколько месяцев такая обложка станет портянкой. Ну всё, это замахратится. Да, будет видно, что это кожа, но она будет замахраченная, некрасивая. То есть нам это не надо. Нам нужно, чтобы было красиво. И как можно дольше она прослужила. Так как кожа вообще очень износостойкий материал. То есть она может, в принципе, и 10 лет вам прослужить, и 20. Это вам не какой-нибудь там кожа натурального дермантина, как его называют ещё. То есть клеёнка китайская, которая на Алиэкспрессе, скажете, вот стоит, то есть 100-150 рублей. Это настоящая кожа, которая выдерживает и мороза за минус 40 и за 50. Ничего ей не будет, она не полагается. И жару за 40 градусов. То есть кожа ничего не станет. В отличие от дермантина, который махом потрескается и полупается у вас. Так, всё я положу, пускай сухнет. Один слой вы нанесли. Примерно высыхание. Самое главное наносить так, чтобы ничего по краям у нас тут не оставалось. Иначе потом очень трудно всё это делать. Эктерия. Она очень хорошо впитывается, эта краска. Давайте вот так даже ещё сделаем, чтобы ничего не было. всё сохнет. Сейчас я вам покажу пример, где они обработаны края. Ну вот, в данном случае. Так, это сейчас уберу, чтобы не проник. Вот такая работа была сделана. Это у нас, он даже не помещается на камеру. Кейс. Данный кейс был сделан в стиле вестерн. То есть, в данном случае я не обрабатывал края, а специально оставил их. Вот видите, края оставлены. Чтобы это придать ещё более винтажный такой олдскульный, так сказать, вид. Смотрится, скажу я вам, очень-очень оригинально. Такое вы нигде не купите. Это только ручная работа. Завершающий наш этап создания обложки для паспорта и документов. То есть, как вы видите, я края уже обработал краской специальной для уреза. Они блестят. Вот. Теперь они уже не разойдутся, не будут махратиться. Краска надёжно это защитит их от истирания. Ну и, соответственно, здесь у нас внутри вот так уже. Вот такая вот обложечка. Так, что будем делать сейчас? Сейчас осталось, так сказать, последний момент. Это поставить клеймо. Клеймо я ставлю на паяльнике у меня горячим способом. То есть, вот клеймо, паяльник и, соответственно, на бирку клейму поставим сначала. Потом на само готовое изделие. Так, попробуем. То есть, прижимаем и держим какое-то время. Ну, секунд 15-20. Достаточно. Так, смотрим, чего получилось. Вот клеймо. То есть, это надёжно не стерётся и будет красиво. То есть, тут клеймо мастера и написано 100% кожа у меня. Так, вниз вот, то же самое ставим на готовом изделии. Самое главное не перепутать, вверх ногами не поставить и не поставить там, где не надо. Так, ставим. Так, вот сюда поставим. Всё, держим. Передвигать его не нужно, потому что если начнём передвигать, всё, хватит, то, соответственно, будет некрасиво. Вот, смотрите. Фирменная обложка для паспорта ручной работы. С клеймом. Так, сейчас посмотрим, как будут у нас документы тут находиться. Документов готово. Так, вот смотрите, как она выглядит у нас. То есть, всё красиво, всё заполировано. Ровненько прошито. То есть, приятно взять в руки. То есть, она даже такая, как живая. Так, открываем кнопочку и смотрим, что у нас здесь. А здесь у нас с одной стороны паспорт, с другой стороны у нас тут документы. То есть, пенсионные, медицинский полис и так далее. Ну, и всё, что-то можно водительское положить, удостоверение, либо двеней сюда воткнуть. Сюда можно воткнуть свидетельство регистрации машины. Да хоть что можно, в принципе, положить. И смотрим, по краям у нас тут четыре карточки. Раз, два, три, четыре. То есть, карточки заталкиваются отлично сюда. Вот. Вытаскиваются тоже хорошо, то есть, легко. В принципе, можно даже и по две штуки их туда затолкать, если будет желание. Вот. Вот такая небольшая вот работа. По уровню сложности эта работа, я бы не сказал, что она слишком сложная. Можно сказать, что это средний уровень сложности. Вот. Для начинающих, в принципе, тоже пойдёт. Можно, в принципе, попробовать её сделать. Вот. Такая вот обложка. На этом данный мастер-класс закончен. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых видео, которые обязательно также будут очень скоро. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...